Донбасс 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 заказала рекомендации воздержаться от поездок в Россию, ведь она использует политзаключенных как инструмент давления и агрессии против Украины. Сейчас потенциально каждый гражданин Украины после того, как началась агрессия России против нашей страны после оккупации Крыма может стать заложником. Среди политзаключенных в основном обычные украинцы. Политические заложники – это инструмент, который Россия использует в переговорах с Украиной, в переговорах с ЕС или с западными партнерами в плане давления на них. Поэтому однозначно понятно, что это тот инструмент агрессии России против Украины. В МИД подчеркивают, правовым путем дела политзаключенных решить не удастся. Освобождение возможно только в случае вынесения политического решения на самом высоком уровне. Повлиять на него может только международное сообщество. К нам едет чемпион. В рамках подготовки к чемпионату Европы 2018 года футзальная сборная Украины встретится с испанцами. Наш соперник – самая титулованная сборная континента, семикратный чемпион Европы дважды мира. Украинцы с ней встречались 12 раз, однако переиграть так и не смогли. Однако ни разу Украина с Испанией не играла дома. Товарищеские матчи состоятся 28 и 29 января в Киевском дворце спорта. Редактор субтитров А.Семкин